Азербайджан вернул армянской стороне всех военнопленных, как передает канал 13, об этом сегодня заявил президент Ильхам Алиев в ходе пресс-конференции в видеоформате для местных и зарубежных журналистов. Мы раньше Армении вернули всех военнопленных, остающиеся сейчас это диверсанты, любые спекуляции Армении и других стран неуместны, добавил глава государства. После завершения боевых действий в 20-х числах ноября группа из более чем 60 человек из города Гюмриш-Ракской области, Армении и прилегающих к ней районов неизвестно, как пересекла Латчинский коридор и проникла на подконтрольной азербайджанской армии территории, сказал Ильхам Алиев. По его словам, после завершения боевых действий было обнаружено, что в глубоком тылу находятся армянские боевики. «Сначала нам сообщили, что они не смогли выбраться из окружения и заблудились. Думая, что они заблудились, азербайджанские военные вместе с российскими миротворцами какое-то время пытались помочь этим людям вернуться. Однако было установлено, что это не так, что это диверсионные группы, которые совершают нападения на наших военных и мирных жителей. В результате их диверсий и терактов погибли четверо наших военнослужащих и один гражданский. Этот гражданин был представителем одного из мобильных операторов и по пути в Шушу попал в окружение. Также было несколько раненых. Конечно же, мы провели антитеррористическую операцию. В результате несколько террористов были обезбрежены, а свыше 60 захвачены. Те, кто сегодня пытается причислить их к военнопленным, намеренно искажают суть вопроса. Спустя 20 дней после окончания войны не может быть военнопленных. Мы всех их вернули. А эти люди, попавшие в плен после войны, не относятся к категории военнопленных. Это диверсанты и террористы, подчеркнул президент Азербайджана.